Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Вопрос я, в принципе, отвечал уже вам на него, но решил немножко ответить ещё в формате аудио. Вот, может быть, какие-то важные моменты я подмечу, может быть, какие-то важные моменты, на какие-то важные моменты я обращу ваше внимание ещё дополнительно. Вот, чтобы как-то вот, значит, вам было более понятно. Основная трудность вашей ситуации заключается в неопределённости. Что значит неопределённость в данном случае? Неопределённость в данном случае означает то, что у вас отсутствует как будто бы такая вот какая-то единая жизненная позиция, да? Единая чёткая позиция, которую бы вы продвигали вот по жизни, да? Которую бы вы продвигали, например, в отношениях с тем же мужем и так далее. Вот, в отношении детей, в отношении семьи, в отношении определённого рода ценностей, если можно о таких говорить. Вот этого всего у вас нет, потому что вы пишите, что был период, когда хотели вы уйти от своего мужа, да? Когда хотели развестись, вот. Но при этом вы уже были беременны. И, ну, в какой-то степени это немного, не то чтобы прямо странно, да? Наверное, наверное, это немножко не то. Не то. Слово, которым можно охарактеризовать данную ситуацию, данную проблематику. Вот. Но, тем не менее, если вы беременны, беременны, если вы беременны, то, ну, в какой-то степени у вас есть какая-то связь с мужем. Вот. Если у вас есть определённая связь с мужем, ну, значит, скорее всего, скорее всего, эта связь, ну, она вот на чём-то основана, да? То есть она что-то из себя, грубо говоря, ну, представляет, да? Она что-то, что-то в себя включает эта связь. И мне кажется, что это как-то, ну, должно, образно говоря, соприкасаться с тем, что вы хотите развода. Мне кажется, что это должно как-то соприкасаться. В вашем же случае ситуация складывается таким образом, что это как-будто две разные вот вселенные, да? Это два разных, ну, два разных момента. И, соответственно, не совсем понятно, как это связано вообще. Как и каким образом это связано. Хотя, очень и очень важно этот момент выявить. Следующий момент, а, значит, вот вы пишите. «Через почти три месяца возрастования в основе начали общаться с мужем и делок слов к примирению». А, вот, понимаете, что есть примирение здесь? Что такое примирение? Вот что из себя, ну, что представляет из себя примирение? Примирение, на мой взгляд, это ситуация, вот, это именно ситуация, это именно ситуация, при которой люди решают некие проблемы, свои проблемы, да? Да, вот, люди просто, ну, люди решают свои трудности, вот, люди разбирают какие-то свои сложности, люди разбирают какие-то свои, ну, противоречия, вот. Люди это делают. А в том, что описываете вы, такого как бы нет. То есть, непонятно, какие были проблемы, из-за чего вы хотели изначально развестись, и как вы разрешали свои трудности, что шли к примирению. Это не совсем понятно здесь. Далее вы узнаете, что у мужчины, у вашего мужа другая женщина, вот, и, соответственно, перестаете с ним общаться. Общаться. Вот. Да? Что здесь? Представляете вы с ним общаться? А, вы пишите, что была на девятом месяце беременностью. Тут возникает, конечно, вопрос о сознательности ваших предыдущих действий. То есть, будучи беременной, вы хотите с мужем развестись, вот, вы расстаете с ним, тем самым освобождая его от отношений с вами. Почему-то ожидаете, что он не будет другой женщиной, хотя не совсем понятно, какое будущее у ваших отношений. Опять же, из-за того, что отсутствует проблематика. Какая у вас проблематика? Вот. Далее вы узнаете, что у него другая женщина, и вы обижаетесь за него. Вас это задевает. То есть, это всё, опять же, связано с нечёткостью вашей жизненной позиции. Через две недели после родов объявился муж, и снова начали жить вместе. Ну, вот, здесь, опять же, как-то странно это звучит. Начали жить вместе, и объявился муж. Ну, то есть, да, он мог, он мог, конечно же, объявиться, но то, что вы, то, что вы начали жить вместе, это, мне кажется, не было бы возможно. Да? Ну, для вас не было бы это возможно, если бы вы не давали какое-то согласие, да, если бы вы не давали согласие на проживание со своим мужем. Ага, так получается, что подобное согласие вы дали. И опять же, здесь не совсем понятно, а ради чего вы даёте согласие быть с мужем. Решили ли вы как-то проблему ваших отношений. Не измены, что является следствием, а именно причиной. Я пытаюсь забыть его поступок, обрадовывая тем, что сама была готова вступить в отношении с другим мужчиной. Почти вы. И вроде бы, вроде бы, понятно, что вы имеете в виду, но здесь снова достаточно мне корректная позиция по отношению к этой ситуации. Забыть поступок вашему мужу нельзя, потому что он, поступок, вас задевает. Он задевает вас. И до тех пор, пока он вас задевает, пока вы эмоционально на него реагируете, забыть что-либо не получится. Значит, вы ставите себе невыполнимую задачу, а значит вам эта задача, поскольку вы не можете не знать, что она невыполнима, вам эта задача для чего-то нужна. Какая-то есть здесь вторичная, вами отрицаемая выгода. Идем дальше. Мужа я очень люблю. Хочу сохранить семью. Во-первых, любовь к мужу и желание сохранить семью – вещи разные. Я бы вам рекомендовал бы не путать эти вещи. Это разные вещи. Это первое. Второе. Как проявляется любовь к мужу? Для чего вы хотите сохранить семью? Как это связано с тем, что вы подавали на развод и не общались с мужем несколько месяцев? Он говорит, что точно любит меня, но в своем поступке особой вины не видит. То же самое. Как проявляется его любовь? Значит, вы пишете, что в своем поступке особой вины не видит. А должен видеть вину свою? Почему бы вам хотелось, чтобы он видел свою вину? Говорит, что я сама от него ушла и хотел развестись. С одной стороны, это правда. С другой стороны, это перекладывание ответственности. Потому что отношения строит оба человека. И да, ушли вы на проблемы у вас обоих. И половина ответственности – половина вклада в эти проблемы его. Во время различных ссор эта тема постоянно всплывает в укор ему. Вас это задевает. Это первое. Второе – из-за чего вы ссоритесь. У ссор тоже есть свои причины. Здесь я бы вам порекомендовал изучить психологическую игру «Скандал». чтобы получить какое-то общее представление о том, из-за чего у людей возникают ссоры. Все время чувствовал, что простившему этот поступок предала себя. Я думаю, что вам не о чем беспокоиться, а ибо вы не предали себя, потому что не простили. Тот факт, что вы не простили, подтверждает непринятие вами этой ситуации. Тот факт, что вы не простили, подтверждает то, что вы вспоминаете этот факт в укор ему. Вы не приняли этого факта, а значит не простили, а значит себя не предали. Но с другой стороны, с другой стороны, почему вы решили, что принятие – это предательство? Вот другое дело, что вы себя предаете, когда не заботитесь о том, чтобы у вас была четкая жизненная позиция. Дальше, помогите разобраться в этой ситуации, как все выглядит со стороны психологии. Ну, как это все выглядит, я сказал. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok